В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Сотрудников московского коксогазового завода поздравили с профессиональным праздником – Днем Металлурга. Пусть все, что неприятное было в этом году, закончится. И давайте с уверенностью смотреть завтрашний день. Три юных актера из Видного стали судьями одного из крупнейших международных кинофестивалей. Редакторская работа, актерское мастерство, потом свое личное впечатление, операторская работа. На стадионе Металлург стартовал чемпионат России по мотоболу. Когда это был главный соперник, в 80-е годы это был главный соперник. Делили с ним первое, второе место. Делили на протяжении 12 лет. Каждый год в 3-е воскресенье июля отмечается День Металлурга. В преддверии профессионального праздника на московском коксогазовом заводе сотрудникам предприятия были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Для Ленинского городского округа День Металлурга – особый праздник. С московского коксогазового завода начинается биография города Видное. Москокс – это одно из лучших предприятий Подмосковья. Здесь производят кокс, бензол, каменноугольную смолу. Продукция предназначена в основном для использования в металлургической промышленности и успешно реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Москокс и Видное – это две вещи, которые никогда никто не разделял и, надеюсь, разделять не будет. Это и городской праздник День Металлурга, и заводской праздник День Металлурга. История завода – это достижение конкретных людей. Поколение за поколением они вкладывали в производство, свое мастерство, силу и душу. Приводили на предприятия детей и внуков. Очень хочу пожелать здоровья вам, вашим близким. Пусть все, что неприятное было в этом году, закончится. И давайте с уверенностью смотреть завтрашний день. Сегодня завод остается одним из ведущих предприятий Ленинского городского округа. Особые слова благодарности в этот день были адресованы ветеранам. Именно этими людьми была создана производственная база предприятия. И заложены добрые традиции, в том числе по озеленению города Видное. История центра муниципалитета, это города Видное, это и есть история Московского коксогазового завода. И те люди, которые ставили производство, они давно стали легендами, в их честь называются улицы в этом городе. И в первую очередь я бы хотел отдельные слова благодарности сказать ветеранам, которые учреждали это производство, которые строили первые дома. В связи с празднованием Дня Металлурга за добросовестный труд и высокие профессиональные достижения, сотрудникам завода были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Среди награжденных оператор пульта управления 4-го разряда Елена Жемчужникова. Она работает в углеподготовительном цехе. Елена трудится на заводе более 40 лет. Завод для меня стал родным. В коллективе у нас очень хороший и дружный. И я довольна, что работаю. Все друг друга уважают. Железная логика, железный характер, железные нервы, железное здоровье. Много существует образных выражений, в основе которых аналогия с прочностью и основательностью металла. Без металлургов невозможно представить современный мир. При этом в повседневной жизни многие забывают, насколько трудна и ответственна их работа. И как нелегок труд людей огненной профессии. С праздником! Наталья Буслаева, Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Ученики Видновской актерской школы «Волна» примерили новые роли. Три юных актера стали судья медном войску пнейших международных кинофестивалей семейных и детских фильмов в кругу семьи. О своих впечатлениях они рассказали нашу съемочную группу. Юным артистам Видновской актерской школы «Волна», «Снежане Козак», Георгию Николаеву и Алексею Рылову судить чужую работу довелось впервые. Как членам жюри международного кинофестиваля семейных и детских фильмов в кругу семьи, им необходимо было отсмотреть пять фильмов и один полнометражный мультфильм, поставить оценку по заданным критериям и пояснить свою позицию. Режиссерская работа, актерское мастерство, потом свое личное впечатление, операторская работа, посыл фильмов. Членами жюри одного из крупнейших кинофестивалей ребята стали благодаря своим незаурядным способностям. Организаторы проводили кастинг. Было большое количество желающих. И вот ребята из нашей театральной студии смогли интересно себя проявить, заявить. Им нужно было пройти небольшое творческое испытание, написать о себе там рассказ, биографию. И по результату их работы их выделили, и они стали членами жюри. Снежана Козак и Георгий Николаев признались, что мечтают стать профессиональными актерами. Поэтому такой опыт для них очень полезен и интересен. Говорят, во время судейства их мнения не всегда совпадали, но в выборе лидера ребята были единодушны. «Охотники на ведьм» – очень классный фильм, потому что даже мальчик, который с ограниченными возможностями, все равно хочет восполнять свою мечту. А в итоге этот фильм он победил? Да. Он всем понравился, понравился всем. Занял главный детский фильм. И детскую роль мальчика. Ребята побывали также на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля, которая в этом году из-за пандемии коронавируса прошла в несколько измененном формате. Помимо того, что они смогли отсмотреть лучшие фильмы года, смогли выбрать лучшие детские роли, они были приглашены на церемонию закрытия кинофестиваля, которая проходила в прямом эфире, и в том числе очень интересно проявить себя в кадре. Актерской школе «Волна» в «Видном» всего два года, но за это время ее коллектив уже успел посетить более десяти международных кинофестивалей и выпустить пять спектаклей. Через две недели ребята отправятся на международный конкурс-фестиваль «У самого Черного моря» в Сочи, где представят свою новую работу по мотивам произведения Рольда Даля, Чарли и «Шоколадная фабрика». В ближайших планах школы развивают новые направления – кино, режиссуру и драматургию. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Первая домашняя игра чемпионата России по мотоболу прошла между видновским металлургом и владимирским ковровцем. На месте событий побывала наша съемочная группа. Первая домашняя игра «Металлург-Ковровец», несмотря на практически пустые трибуны, началась с традиционного торжественного открытия. Команды выстроились в ряд, комментатор объявил спортсменов, прозвучал гимн. Праздничность событию придавала церемония вручения удостоверения мастера спорта международного класса членам видновской команды. Первые 20 минут игры спортсмены «Металлурга» четырежды успешно атаковали ворота соперника. На конец второго периода видновчане вели со счетом «Металлург-6», «Ковровец-0». Когда это был главный соперник, в 80-е годы это был главный соперник, делили с ним первое-второе место, делили на протяжении 12 лет первое-второе место делили. Было интересное совпадение было. По нечетным годам «Металлург-чемпионом» еще Советского Союза становился, а по четным «Ковровец». Сейчас команда «Ковровца» состоит из молодежи. Соперничать с «Металлургом» ребятам сложно. Это молодые ребята вообще, которые 16-17 лет. Ну видите, перворазрядники, ваши все международники, а у нас перворазрядники. В этом году и в составе «Металлурга» на чемпионате России участвуют молодые спортсмены, подросшие ребята из группы подготовки. На поле они чувствуют себя уверенно. После карантина, конечно, сложновато, но мы физически уже готовы, потому что мы тренируемся каждый день, по две тренировочки. Физически, а потом и на мотоциклах. Все хорошо. Предполагалось, что чемпионат России начнется в апреле, однако из-за режима самоизоляции даты были перенесены. Сейчас точно сказать, как будет проводиться первенство, сложно. Это вообще в этом году первое. Мы просто, я так понимаю, мы показываем пример остальным субъектам, что можно начинать. Мы готовились. Открываем сезон. Я думаю, смотрите, как сами неплохо. Что-то не получается, но больше получается. Я думаю, что все будет по-нарастающему и дальше все будет лучше, да и лучше. Из-за пандемии коронавируса принято решение проводить игру без допуска болельщиков на трибуны. Поддержать спортсменов разрешили только родственникам. У меня отец, капитан команды, Владимир Засницкий. Всю свою жизнь я хожу на матчи «Металлурга» и «Горная Россия». Уже как в привычку вошло. Болею недавно. Муж играет под девятым номером, Ван Крештопа. Встреча «Металлург-Ковровец» завершилась со счетом 11-0. В первой домашней игре видновский клуб одержал уверенную победу. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В рубрике «Время назад», посвященной 25-летию нашей телекомпании, мы продолжаем знакомить вас с сюжетами, снятыми корреспондентами и операторами Видное ТВ в разные годы. В этот раз представляем вам спортивный репортаж, который был выпущен в 2006 году. Что нужно человеку, чтобы быть здоровым, красивым и жизнерадостным? Одним из составляющих этого состояния является занятие спортом. Все большее количество жителей нашего города осознают этот неоспоримый факт. В субботу 20 мая в городе и в районе проходило множество различных спортивных соревнований. В школе номер 7 города Видное состоялся турнир по настольному теннису, где ребята разных возрастов, а также и взрослые, демонстрировали свое мастерство в ловкости и четкости. В этот же день проходили первенства по волейболу и стритболу. Очень мало информации. Честно говоря, я вот не слышала. Может быть, какие-то и проводятся мероприятия на стадионе. А вообще, вот как бы я понимала, что лучше всего организовать, вот как день города. Проходят у нас там концерты, различные там мероприятия. Так и сделать вот такой вот день города, вот именно спортивный. Вот вы знаете, как интересно будет. Спортом увлечены в нашем городе дети, подростки и старшее поколение. Вот чем больше будет мест, где им можно заниматься, они сами туда придут. Это мое мнение. Хотя каких-то организационных мер я тоже не отрицаю. Это тоже нужно. Маловато и площадок детских в городе. Маловато. И они не так хорошо оборудованы. Хотелось бы получше. Ну вот, видимо, с вводом нового комплекса спортивного положение поправится. Людмила Медведева, Константин Брылов, Ольга Орлова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»